Всем привет! В прошлом ролике я остановился на том, что имея проблемы с реализацией не самых сложных мероприятий по защите кораблей черноморского флота по типу ощетинивания пулеметами, они начинают высмеиваться считаться недостаточными неэффективными, после чего говорится о неких комплексных и системных мерах, и по-настоящему сложных, как вы понимаете. И вот как раз об этом сегодня и поговорим, но очень вкратце общими мазками пройдемся. И начнем с охраны водного района. Она включает в себя посты наблюдения, пулеметы на входе в бухту и артиллерийские ракетные установки береговой обороны, береговую гидроакустическую станцию, дабы обнаружить подводного врага, выставление того самого заграждения и минирование подходов к военно-морской базе, создание минных банок, проходов которых известно только своим. Далее задействуются сторожевые катера-суда корабли для охранения кораблей судов других классов, их защита на рейде и регулирование движения. Тральщики находятся на готове для борьбы с попытками противника заниматься минированием наших вод. Противолодочные корабли с вертолетами против подводных лодок. Есть авиация ВМФ, которая выполняет задачи противолодочной обороны, ПВО, противоракетной обороны военно-морских баз и корабельных соединений в море. И конечно же выполняет и ударные задачи, когда они сами наносят удары ракетами воздух-поверхность по кораблям и наземным целям. Есть подводки для действий на коммуникациях противника, есть ракетные катера для атак на вражеские надводные корабли, есть десантные корабли для высадки на побережье или для цели снабжения. Также в наличии имеются разведывательные корабли суда с комплексом радиоэлектронного оборудования в сочетании с прочими видами и способами разведки. И есть морской буксир, чтобы оттащить кого-то, помочь выйти из бухты, причалить-отчалить. Ну и конечно же множество других вспомогательных кораблей и судов. Аварийно-спасательного обеспечения, противопожарные суда, водолазные боты, суда снабжения, танкеры-сухогрузы универсальные и плавучие доки и мастерские. И все это для цели обеспечения всех видов разновидностей. И как вы понимаете, из вышеперечисленного далеко не все есть в Черноморском флоте, будь то в принципе или же в нужных количествах. А то, что есть, оно организационно распределено по соответствующим формированиям. Это две бригады охраны водного района, 68-я Севастопольская и 184-я Новороссийская, каждая из которых состоит в свою очередь из дивизиона противолодочных кораблей и дивизиона тральщиков. Далее 41-я бригада ракетных катеров, 4-я отдельная бригада подводных лодок, 9-я бригада судов обеспечения, 519-й дивизион разведывательных кораблей, 183-й дивизион спасательных судов, переименованный в 314-й отряд аварийно-спасательных судов Новороссийской ВМБ, отдельный дивизион гидрографических судов и Азовский военно-морской район. И плюс морская авиация из двух авиаполков, и плюс береговые войска из нескольких ракетных артиллерийских бригад и дивизионов. И все вместе это нужно для того, чтобы обеспечить развертывание основных сил флота, основой чего является 30-я дивизия надводных кораблей, где состоят корабли, оснащенные ракетным оружием, главная ударная сила в дальней морской зоне, особенно когда нет авианосной авиации или слабая морская. И именно в этой дивизии и был потопленный крейсер Москва. И тут же находятся корабли других проектов. Проект 11356 с калибрами, которые в зависимости от модификации могут быть использованы против кораблей или по наземным целям. И проект 2380 с сониксами. И как вы понимаете, это уже не для охраны водного района, а для наступательных целей и задач в морской войне. А дальше все это добро соответствующим образом организуется, комбинируется и выходит в море в той или иной организации. И я сейчас не обсуждаю эффективность такой организационно-штатной структуры Черноморского флота. Это сама по себе отдельная тема. Но по идее, совместно с применением соответствующей автоматизированной системы управления оперативно-стратегического уровня, эта оргштатка должна позволять командованию делать, комбинировать все максимально быстро, организовывать взаимодействие и поддерживать управление непрерывно. Применительно к защите вышедших кораблей, например таких как БДК или ракетный крейсер Москва, должны создаваться группы катеров и кораблей в круговом охранении, которые непосредственно привязаны к ним и удаляются от них не более чем на нескольких километров. И которые должны обеспечивать противолодочную, противовоздушную, противоракетную и, конечно же, противокатерную оборону. И плюс для этих целей задействуются вертолеты и БПЛА, запускаемые с пауп кораблей. Если позволяет погода, нужно заниматься тактической воздушной разведкой. Ну, конечно, в идеале и в норме должно так быть. Далее идет зона среднего охранения на удалении в несколько десятков километров вплоть до 80-100 и все также в интересах охраняемых кораблей. Но это все-таки скорее ориентировано не против катеров, а в столкновении с более серьезным противником, например, с ракетными катерами. Некоторое количество из которых у ВСУ сохранились и в будущем, судя по всему, обзаведутся новыми. А еще дальше есть зона дальнего охранения, которая действует в направлении наиболее вероятной угрозы, скорее всего, по данным разведки, и практически без ограничения по дальности. По сути, это уже активная борьба на расстоянии в сотни километров силами ударно-поисковых групп катеров и кораблей. И, как вы понимаете, эти три уровня охранения – это в основе своей тактическая и организационная проблема. И можно вспомнить, что некоторые из потопленных судов и кораблей Черноморского флота действовали в одиночку без подобного сопровождения. Отдельно вспомним про вертолеты, будь то Ми-8 с бортстрелками или К-27, или даже Ми-24, 28 и К-52. Они задействуются в патрулировании только в прибрежной зоне и в защите военно-морских баз. И здесь выделяются три функции – противолодочная, ударная и разведывательная, включая радиолокационный дозор. Суть проблемы здесь в том, что в задачах патрулирования вертолеты должны быть в воздухе практически круглосуточно, ибо единичные облеты проблем с разведкой не решают. Но учитывая, что держать БПУА в воздухе все-таки дешевле, то желательно поднимать вертолеты только для атаки и если есть информация, что рядом шарятся БЭКи. Ну, например, по данным радиотехнической разведки, которая установит факт, что есть некая активность. Учитывая то, что применение БЭКа требует двухстороннего обмена данных через Старлинк, такое вполне возможно. И в этом случае дополнительно и отправляются вертолеты на поиск уничтожения. К слову, на вертолетах по типу Ми-8 и 24 тоже существует такая проблема, когда стреляют с автоматов с рук, вместо того, чтобы стрелять со шкворни и из пулеметов. А ведь так и напрашивается поставить даже не ПКМ, а многоствольный миниган, как в падении Черного Ястреба. Из такого раздолбать БЭК было бы гораздо проще. И это так, дополнительное наблюдение. Другой вопрос, что применять вертолеты против БЭКов с каждым днем, с каждым месяцем все опаснее, ибо есть вероятность нарваться на безэкипажный катер с ПВО уровня ПЗРК на тепловом наведении. А такие вполне себе существуют в природе и рано или поздно могут засветиться и в боях на море. И отдельно нужно вспомнить, что вертолеты К-27, помимо обнаружения подводных лодок с помощью магнитометра, радиопеленгатора и радиогидроакустических буев, они могут быть и в модификациях с бортовой РЛС. Это К-31, которые по идее способны обнаружить БЭК на гораздо большем расстоянии, чем если бы это были только глаза экипажа. Вопрос в том, о каком расстоянии идет речь. Возможно, оно измеряется десятками километров, но проблема правда в том, что таких вертолетов всего две штуки чуть ли не на весь флот. А так, противолодочные К-25 по идее должны действовать парами. Первые с поисковыми буями, а второй ударные с противолодочными торпедами или бомбами. И что важно против возможного применения в будущем подводных БЭКов, хотя опять же эффективность подобного рода применения можно поставить и под сомнение. Но также с их помощью есть и другой вариант. Это создать рубеж средств гидрологического дозора. Эффективность гидроакустики, она в немалой степени зависит от уровня шума, что создают сами БЭКи, и плюс от гидрологических условий. Способствует ли водная среда распространению звуковых волн? А тут частенько бывают свои нюансы, потому что одно дело, если речь идет о Черном море, и совсем другое, если о каком-нибудь Северном или Балтийском. Но в целом речь может идти о расстоянии в несколько километров от одного гидроакустического боя. И, например, вертолет К-27 может сбросить около 16 таких буев. Такое как раз имеет смысл в прибрежной зоне в защите военно-морских баз. Ибо все море таким образом не перекрыть. Ну разве что только отдельные районы, нужные по ситуации. И скорее всего все равно, опять же, у военно-морских баз, портов и важных объектов, по типу того же Крымского моста. И что, к слову, важно в свете возможного появления подводных БЭКов, в очередной раз напоминаю. И, соответственно, опираясь на эти рубежи районные гидрологического дозора с буями, поблизости и будут действовать все те же патрули из катеров. И что более важно, ударно-поисковые патрульные группы из вертолетов, а еще лучше из БПЛА по типу иноходец, которые будут обследовать прибрежную зону и тут же атаковать обнаруженные БЭКи. И у них, как вы понимаете, не будет привязки к задачам охранения конкретных кораблей. А именно, что самостоятельные поисковые действия. И только в случае обнаружения противника, как дополнительный вариант, и могут быть подняты в воздух дежурная группа пилотируемых самолетов для атак из пушек или же ракетным оружием. Ну и тут же совсем кратко вспомним и про противолодочные самолеты, такие как ИУ-38, Ту-142, Бе-12, которые в зависимости от модификации также способны выставлять гидроакустические буи и самостоятельно вести разведку над морем с помощью РЛС нижнего обзора и магнитометров. И конечно же, во всю эту связку добавим и береговые войска Черноморского флота. Помимо того, что они борются с десантами и диверсантами, у них есть и свои береговые РЛС, являющиеся частью ракетных комплексов береговой обороны. И хотя ими долбить БЭКи довольно сомнительная затея, но как средство обнаружения, если подойдут близко к берегу, ну теоретически это вполне возможно. Но это конечно надо смотреть на характеристики конкретных РЛС. Способны ли они распознать такую небольшую цель с малым ЭПРом, как безэкипажный катер? А самое главное, на каком расстоянии? А дальше уже начинаются активные наступательные действия. И помимо ударно-поисковых групп БПЛА в своей приближенной зоне, аналогичные группы ведут разведку во вражеской приближенной зоне и действующие атакующие по принципам свободной охоты в попытках отследить выход БЭКов с побережья Одесской области. И плюс также при необходимости привлекаются пилотируемые самолеты, ударные и возможно в сопровождении истребителей. И плюс ракетное оружие, ведь доступны еще и удары по базам ВМС Украины с помощью Калибров, Искандеров, Ониксов, Х-101 и всем прочим, что еще для этого подходит и чему способствует дополнительно агентурная разведка. И все это собственно действуя в том числе и в интересах корабельной группировки Черноморского флота из более крупных кораблей с сохранением, которые выходят в море с той или иной задачей. Другой вопрос, а зачем выходить в море таким корабельным соединением. В конце концов, у ВМС Украины конечно еще есть несколько десятков преимущественно катеров и вспомогательных судов, но это все-таки не то, ради чего стоит проводить операцию с выходом в море основных сил ЧФ. Хотя можно вспомнить, что для Украины строится или готовится к передаче некоторое количество надводных сил, но все-таки это не то, ради чего стоит выходить вот так вот в море. О проведении же десантной операции на Одесском побережье и ее сопровождении речь тоже не идет. Можно конечно попытаться прерывать коммуникации, чтобы в Одессу не ходили гражданские суда со всего мира, но это уже упирается в политическое решение на то, чтобы их задерживать и разворачивать, а о том, чтобы топить речи все так же не идет. И все равно, так или иначе, но это дополнительные риски и головная боль. А нужно ли все это пытаться делать, когда возможный результат не гарантирован и когда в приоритете наземная война? Ответ нет, не нужно. В приоритете именно, что наземная война. Есть еще кстати и опция минирования военно-морских баз Украины, в основном с помощью авиации или с подводных лодок, но помимо политических соображений, которые исключают такое, есть и военные, что против БЭКов это не эффективно. Минирование, оно направлено против торгового судоходства и крупных кораблей, сковывая их, но не против катеров. Так же как и действия 4-й отдельной бригады подводных лодок на коммуникациях тоже затруднительны, потому что топить торговые суда нельзя. И это кстати правильно. И таким же политическим является и вопрос натовских БПЛА, Global Hawk и Reaper с самолетами ДРО и РР на Черном море и Румынии. А раз есть политические ограничения, значит нужно пытаться предпринимать другие меры, такие как ощетинивание и охранение кораблей. Впрочем, их в любом случае надо предпринимать. И обобщая все сказанное, это все и сопровождается соответствующим обеспечением, боевым, техническим, туловым и специальным, топогеодезическим, гидрометеорологическим, навигационно-гидрографическим. И про что тоже можно было бы много чего рассказать, но это как-нибудь потом. И это я еще не коснулся разведки в морской войне, в более широком смысле и с применением тех же спутников. Думал в этот ролик все впихнуть, но лучше сделаю в одном из следующих видео. По итогу же, как вы можете сами увидеть, тут нужно скоординировать, организовать взаимодействие разнородных сил. И для чего требуется довольно высокий уровень штабной работы, командования, управления и связи. Причем, когда я говорю об этом, в первую очередь я подразумеваю человеческий фактор, что впрочем не отменяет и технический и технологический, который тоже накладывает свой отпечаток. И по большому счету, сейчас подобное возможно только если работает автоматизированная система управления оперативно-стратегического уровня, с полагающимися системами разведки и системами связи, под которыми я к слову имею в виду не только спутниковые, но и более традиционные. Кабельную, тропосферную, радиорелейную, связь на длинных свердлинных волнах и с возможностями ретрансляции через самолеты и БПО. И про что тоже постараюсь запилить отдельное видео. Но возвращаясь к основной теме, вот это собственно и есть те самые комплексные системные меры. Но в нашем случае мы конечно держим в голове ориентированность против бэков, хотя и не только против них. Все это достаточно универсальные действия и они не являются чем-то уникальным. Принципиальные их основы были разработаны еще во времена второй мировой войны и плюс многое усовершенствовано в годы холодной. Это морская война как она есть. Тут важно просто не забывать, что этот велосипед уже изобретен и его надо просто дорабатывать. А как мы понимаем, все это еще как можно забыть. Ну как ездить на велосипеде, забыть основы. Применительно же к флоту России сказать, что ничего подобного из вышеперечисленного нету и не делается, ну все-таки нельзя. И дело не в том, что мы многого не видим, но как раз наоборот, кое-что все-таки видим. Можно вспомнить кадры Су-30 атакующего катера из пушек. Причем не только бэки, но еще и легкие с десантом из бойцов ВСУ. Что вертолеты применяются, есть определенное взаимодействие эпизод, где вертолет стрелял на армию по бэкам. И плюс наносятся ракетные удары по целям, связанным с военно-морскими силами Украины, ну в Одесской области. Но мы видим кое-что другое. Например, удар бэкам по Крымскому мосту и потопление кораблей Черноморского флота, некоторые из которых ходят в одиночку. И их не спасают ни автоматические пушки, ни ЗРК. И возвращаясь к теме пулеметов на кораблях, к простоте данного решения и в целом к осмыслению опыта войны на море, вот спустя два года после начала СВО. И в прошлом ролике я как раз и обозначил в виде пяти уровней основные варианты и масштаб проблемы, из чего по идее и можно прикинуть к носу затраты на это дело, что чем выше по уровням, тем сложнее и дороже это провернуть. И суть в том, что командованием флота переход с первого уровня на второй должен был быть сделан в течение конца 22-го, начала 23-го года. Примерно за 6 месяцев с момента первого применения БЭКа в октябре 22-го года. Или даже на основании более ранних сообщений о том, что такие появились на вооружении ВМС Украины. А к началу 24-го года по идее следовало бы перейти на третий уровень с элементами 4-го. Но, как мы видим, в этом плане сдвиг не то чтобы очень сильный. И если натянуть, то где-то между первым и вторым уровнями. По итогу чего на практике мы и видим приезд Шойгу с раздачей ценных руководящих указаний только сейчас. И все это с фирменной театральной постановкой, когда только начальник и может додуматься до таких решений. Ну больше никто не может. А совсем уж в идеале это должно было быть сделано еще до СВО. В конце концов уже была история с американским эсминцем Коу 24 года назад, 12 октября 2000 года. Тогда он подвергся атаке катера камикадзе с экипажем из двух арабов и тремя сотнями килограмм взрывчатки. Эсминец тогда еле-еле удержался на плаву, потеряв убитыми 17 человек и 39 ранеными. После этого американцы и стали устанавливать дополнительные пулеметы на свои корабли и обучать экипаж стрельбе по целям по типу катеров. И помимо браунингов появились дополнительные 25 и 30 миллиметровые автопушки. И из этого уже можно было бы сделать определенные выводы. Так что эффективность бэков она не в их объективных свойствах каких-то уникальных, а скорее в неспособности отреагировать на эту угрозу. И это думается одна из главных мыслей данного видео. Да и сам факт того, что мы подобное обсуждаем уже о многом говорит. Повторюсь, спустя два года после начала СВО и примерно полтора года после первого применения. И плюс не забываешь, что был уже захвачен бэк Магора, выбросившийся на берег в ноябре 23 года. И его можно было уже изучить. В свою очередь за это время применение бэков перешло от единичных атак к групповым по 10-15 штук. И что не так уж и просто для Украины, так как тут нужно сразу много операторов, пару десятков и нужно обеспечить много каналов управления и обмена данными. Не говоря уже о том, что как-то скоординировать действия для одновременной атаки с нескольких сторон. И это же повышает требования к ощетиниванию кораблей до третьего уровня. И что, к слову, некоторыми выдается как основание для того, чтобы не ощетиниваться пулеметами. Ну, мол, все равно же прорвутся, че запариваться. И что, как по мне, является откровенным скотством в первую очередь по отношению к экипажам кораблей, которые вынуждены отбиваться только с помощью автоматов и пулеметов, стреляя с леерных заграждений. При этом в недалеком будущем явно намечается переход на следующий уровень бэков. На оснащение их средствами ПВО с характеристиками наземных ПЗРК, скорее всего с тепловым наведением. И что сразу же создают сложность в применении самолетов и вертолетов против них. Их так просто будет не расстрелять с пушек Су-30СМ и тем более с борта Ми-8. И в этом случае нужно применять уже только ударный БПЛА с высот за пределами досягаемости ПВО бэка. И который к тому же еще и дешевле, чем вертолет или самолет с летчиком. А есть и такой вариант. Это переход к подводным бэкам, которые сложнее обнаружить и против которых уже и пулеметы с пушками теряют эффективность. И по сути требуются меры, схожие с организацией противолодочной борьбы. И в рамках того самого комплекса, как вкратце расписал выше. Другой вопрос, что создать такой бэк не так уж и просто, ибо надо решить проблему управления. Или же и вовсе появится что-нибудь новое. Например, уже озвучивались такие вещи, как появление безэкипажных катеров, оснащенных торпедами. Но с другой стороны, зачем так запариваться, если можно саму управляемую торпеду запустить прямо с побережья Одесской области. И которая по каналу управления пойдет до своих целей по заранее полученным разведданным. И на что придумать ответ будет еще сложнее. И тогда надо будет, ну например, оснащать все корабли и суда Черноморского флота малогабаритными противолодочными комплексами пакет ЭНК, который предназначен для уничтожения подводных лодок в ближней зоне корабля на расстоянии до 20 километров и торпед на расстоянии в полтора километров. Делается это с помощью реактивной противоторпеды по показаниям гидроакустической станции. И я сейчас не берусь утверждать, насколько эффективна данная система для перехвата торпед. Сейчас я просто обозначаю скорее сам принцип, что есть возможная угроза и ответ на нее. И крайне желательно своевременный и эффективный. И вот такое сделать уже гораздо сложнее, чем обмазаться пулеметами. И конечно же глупостью также является попытка противопоставить ощетинивание кораблей тем самым системным комплексным мерам. Ну в том духе, что не нужно ставить пулеметы, а нужно заниматься флотом в комплексе. И тут сразу двойное комбо. Во-первых, в том-то и прикол, что не сумев реализовать не самые сложные решения с пулеметами с теплоками, предлагается заняться гораздо более затратными и сложными с организационной технической точки зрения системными решениями. Ими конечно же нужно заниматься, но сразу возникает вопрос, а командование и штаб Черноморского флота сможет это сделать? Ну будучи не сделав более простое дело. Еще раз, у нас просто-напросто слабый предмет для разговора. Более простые вещи не получается сделать, но при этом уже ведутся разговоры о чем-то более сложном, о том самом системном, что я обозначил самыми общими мазками. И тут уж недалеко до полета в мрех и прожектерству. Я конечно и сам большой любитель полетать в фантазиях, но все-таки желательно не отрываться от реальности. И во-вторых, в том-то и дело, что ощетинивание пулеметами входит в ту самую систему, а не является ее заменой. И в очередной раз повторю, когда-то сказанное в других роликах, что любое оружие и приблуды, они существуют не сами по себе, а вписаны во всю общую систему вооруженных сил, которая состоит из множества видов оружия. Каждое оружие представляет из себя систему-подсистему, в которой есть свои характеристики и особенности в боевом применении, и которая и должна взаимодействовать с другими системами, тем самым закрывая-перекрывая те или иные их особенности и недостатки. Ну, в самом общем случае, по дальности поражения, по разрушительной силе и по фактору цены. В позапрошлом году пояснял это дело на примере артиллерии, откуда собственно вот эти схемы и взялись, и совсем уже давным-давно на примере стрелкового оружия. Или же вспомнить ролик про минирование, что есть отдельные способы разминирования местности, которые сами по себе могут быть не слишком эффективны. Но если их комбинировать, подобрать тактику и организацию, то ситуация меняется. И ощетинивание кораблей пулеметами с автопушками, теплоками и беспилотниками это тоже касается. Они должны быть вписаны в общую систему и применяться совместно с другим оружием в рамках предусмотренных морской службой процедур. Они должны быть вписаны в логистику со снабжением, определено их место в воркштатной структуре, к ним должны быть прописаны правила и способы боевого применения, соответствующие методички и учебные пособия, по которым готовят специалистов для этого. И вот это уже и должно быть сделано офицерами и адмиралами флота. Я это сейчас специально разжевываю вот так вот подробно, практически зацикливая в круг, потому что, как оказалось, это далеко не очевидная мысль. Вообще же, по действиям командования ВМФ и Черноморского флота уже давно нужно разбирательство на уровне федерального собрания правительства. Что это за фигня такая происходит? И не просто смена лиц на должностях, как это происходит сейчас, закулисно и без подробностей, кто, кого и за что. Хотя это, конечно же, лучше, чем вообще ничего. Или такие же неприметные, тихие судебные дела за закрытыми дверями без допуска прессы. Ну, дела по коррупции в военном ведомстве. Нет, все должно быть в открытую и не прикрываясь секретностью. В 2022 году об этом уже говорилось, как вариант о необходимости парламентского расследования. Хоть тогда речь шла и о других событиях. И сейчас, конечно, кто-то будет смеяться, что ха-ха наивный. Но замечу, что даже такой, действительно реально невыполнимый сейчас вариант с парламентским расследованием, который слабо совместим с политическим режимом в России, он более реалистичный и эффективный, чем те или иные репрессии с бредовыми призывами создать некий абстрактный СМЕРШ с приостановкой действия Конституции и каранием всех подряд по законам такого же абстрактного военного времени. Вот это почему-то считается более правильным подходом. Хотя с какого хрена? Такое говорится как раз именно для того, чтобы никого по возможности не наказывать, а просто спустить пар негодования в свисток и в лучшем случае карать совсем уж в край охреневших, и то повторюсь опять же за закрытыми дверями, ну или тех же стрелочников. И пишите мысли в комментариях, напомните мне про вторую часть управляемых снарядов, жмите все, что видите, обязательно распространяйте ролик по всевозможным соцсетям, подписывайтесь на Бусти, выбирайте вам нужного уровня, плюс Телеграм, ВКонтакт и до скорого!